Управлять своей презентацией. Так, а я сейчас настрою... Так, Владимир Николаевич, смотрите, вы меня видите вообще? Да, я вижу вас. Со звуком как дела? Слышно нормально, аудитория слышит это точно. Я не знаю, как остальные, но надеюсь, что они тоже слышат вас. Вот Наталья Алексеевна говорит, что вас слышат. Значит, как управлять, знаете, да, вот треугольничек есть. Приблизительно, да, все. Все, давайте тогда начнем, с вашего позволения, да, Владимир Николаевич? Да, давайте начнем. Так, я начинаю, да? Да, значит, я оказался слегка в таком цветноте своеобразном, поэтому сейчас попробую работать в таком режиме, да, я все-таки попробую сказать все, что я запланировал, да, а вот дискуссию, вопросы, если они появятся, давайте попробуем перенести как-то в офлайн, да, я постараюсь не реагировать на то, что происходит в чате, потому что меня просто, наоборот, это будет отвлекать, и не всегда, может быть, это будет помогать мне, да, как-то вот содержательно проговаривать какие-то вещи. Что-то, возможно, да, из того, что я сейчас скажу, будет повторение того, о чем сказал Владимир Николаевич, но я думаю, что в этот момент очень все, как бы, достаточно коротко, да, повторение. Первое, да, что я хочу сказать, что я слегка откорректировал тему своего доклада. Первоначально она звучала как онлайн-курирование, как современная практика работы в сети, а сейчас практику, точнее, современную практику я заменил на актуальную практику. Изначально я, конечно, хотел бы сказать несколько слов о том, почему она все-таки эта практика является онлайн-курирование, является, или курирование содержания является актуальной практикой, да, и почему, собственно говоря, я считаю ее практикой. И мои тезисы, все мои тезисы, отчасти об общении, высказываемых западными коллегами, мнений и мыслей по поводу того, что представляет из себя онлайн-курирование, ну, естественно, моих размышлений и такого обобщения, опыта работы в сети. В большинстве публикаций по тематике курирования, содержания, юность рождения и актуализации связываются с применением социальных сервисов, которые очень активно используются пользователи, самими пользователями интернет, для оправдения так называемого пользовательского контента. С одной стороны, все это привело к тому, что в сети теперь имеется очень разнообразная информация, и ее там достаточно много. Этот информационный шквал осложняет поиск релевантной информации даже с помощью достаточно скрытых машинных алгоритмов. Я думаю, что многие из вас знакомы с ситуацией, просто-напросто, да, когда мы вынуждены страницу за страницей перелистывать страницы в поиске, да, в Гугле, в Яндексе, либо в какой-то другой поисковой машине, в надежде на то, что мы наткнемся на нечто ценное, что еще не продублировано и не уворовано сайтами с рекламой. Такой информационный шум порождает вполне естественное явление потери внимания и дезориентации. В условиях, когда информации порождается больше, чем ее вообще можно было когда-либо переработать и использовать, ценность этой самой и даже самой качественной информации естественно постепенно начинает снижаться. По той простой причине, что нечто важное, качественное или актуальное может просто оказаться зашумленным и ускользнуть от нашего внимания. Поэтому и появляется необходимость в том, чтобы кто-то проделывал работу по возвращению этой самой ценности. Эти кто-то на западных сайтах, западными нашими коллегами и называются кураторами контента. Убавить. Так, давайте попробуем убавить. Как бы так не получилось, что я вообще... Может быть я слишком громко разговариваю. Так лучше? Коллегин. У нас нормально идет. Ну понятно. Я понимаю, что зависит это все в принципе от качества приема. Так, я уже сказал о том, что в эру пользовательского контента нужна некоторая практика, которая возвращает ценность этого самого контента. Это то, что касается вопроса актуальности. Теперь несколько слов о практике. Мы с Владимиром Николаевичем на короткие бояно обменялись мнениями на этот счет. Он склоняется к предположению, что мы можем все-таки в случае с анагурированием говорить о новой профессии. Я не буду оспаривать этот тезис по той простой причине, что для этого и все необходимые предпосылки в ближайшем будущем вполне возможно это может произойти. Тем более, что уже сейчас в интернете мы можем встретить людей, которые используют свои навыки, анализы и экспертизы для заработка на специально созданных для этого сервисах. Это так называемые рекомендательные сервисы, где вы можете задать вопросы по самым разнообразным темам, от того, какую книгу прочесть по определенной тематике, до того, на какой курорт, в какую страну, каким самолетом, каким лейсом лучше поехать или полететь. Не исключено, что очень скоро появятся и варианты монетизации, рекомендации для людей, которые желают пройти массовый открытый МАИ-курс, который проводится вот этими университетами, да, сейчас активно задействованы в движении открытых образовательных ресурсов. Но пока что это лирика, да. Сейчас же я предпочитаю смотреть на онлайн-курирование все-таки как на практику, да, не как на профессию. То есть как на очень важную и очень значимую деятельность, у которой есть свой объект информация, а также достаточно широкий арсенал средств и инструментов работы, о которых Владимир Николаевич, в принципе, выше уже сказал. И этот арсенал с успехом может использоваться представителями самых разных пассий для работы с информацией. Вот пример трех уже существующих профессий такого рода. Кстати, вот господин Белоножкин назвал еще профессию контент-менеджера, да, это вот, в принципе, еще один вариант профессии в задачах или функционале, может быть, да, можно так сказать, которого присутствуют в том числе и задачи онлайн-курирования, курирования, содержания информации. Чтобы вот эта моя мысль, да, была окончательно понятна, мы можем попробовать себе просто ответить на вопрос, можем ли мы считать профессией, например, тайм-менеджмента. Скорее всего, нет, да, наверное, нет. Хотя я думаю, что многие из вас, коллеги, другие наши, да, знакомые, используют инструментарий тайм-менеджмента очень широко. Для меня онлайн-курирование – это все-таки деятельность такого рода, да, именно такого плана. Со временем она может быть стандартизирована, закреплена некими институциональными нормами, то есть, по сути дела, превратится в профессию, а пока что она проходит в стадию своего становления. И подтверждение тому тот самый плюрализм мнений относительно того, что представляет из себя курирование содержания или хранение содержания, курирование информации в сети интернет. Очень популярным является проведение аналогии между онлайн- и музейным курированием. Обсуждается сходство и отличие курирования от коллекционирования и агрегирования контента. Предполагаются самые разнообразные виды активности, которые, по мнению авторов, составляют сущность курирования. Но при этом, при том, что существует вот этот плюрализм мнений, все-таки все сходятся в одном. Сходятся в одном, что, по большому счету, то, о чем я говорил ранее, раньше курирование имеет свои цели, и, прежде всего, добавлять ценность к контенту. Это вот то, о том, о чем я уже сказал. Добавлять ценность к контенту. И, соответственно, у нас с вами встает вопрос, а что же такое добавление ценности к контенту, к информации? Рахид Харгава – это англоговорящий специалист, который занимается продвижением тематики онлайн-курирования в применительных сферах маркетинга, говорит о том, что, прежде всего, такого рода активность должна воздерживаться от добавления нового шума в информационное пространство, а также то, о чем, опять же, говорил уже Владимир Николаевич, постоянно думать о том, как это делать, добавлять структуру и осмысленность к вот этому постоянно растущему информационному шуму. Если ориентироваться на такое определение целей онлайн-курирования, а также на вот этот прорализм мнений относительно содержания практики онлайн-курирования, то мы можем говорить, что на данном этапе сложно определить курирование как некую макро-деятельность, то есть деятельность, имеющую достаточно конкретные определенные цели и структизированный набор средств и методов работы. Это все еще в стадии становления. Может быть, уместнее все-таки было бы смотреть на онлайн-курирование как на широкую практику, которая применяется в тех профессиях, которые я называл и которые я не называл. Сюда принадлежат в том числе и профессии организаторов дистанционных массовых дистанционных курсов. И вот эта широкая практика, она охватывает множество самых возможных действий в пространстве сети интернет, ориентированных на просеивание, структурирование, контекстуальное и смысловое наполнение информации или, иными словами, как их можно охарактеризовать, осуществление интеллектуальной навигации. Для себя я назвал это так. Любая активность такого рода может основываться на совершенно субъективном представлении пользователя, который осуществляет эту деятельность. Одни могут взять себе просто участие в социальной фильтрации контента, другие могут выполнять более сложные действия, осуществляя преобразование и трансформацию контента, третья — стараться осуществлять по возможности весь комплекс возможных действий. Прошу прощения, да, немножко презентация моя отстает. Вот то, что я говорю. Осуществлять по возможности весь комплекс возможных действий по наращиванию ценностей интернет-контент. Я выделяю для себя несколько типов таких действий. Выделение этих типов ни в коем случае не претендует на какую-то классификацию, да, это просто моя попытка внести вклад во проведение представлений о том, что же представляет себя практика онлайн-курирования и основывается это представление, моё представление на том, как я вижу вообще, как может происходить работа с интернет-контентом, как может добавляться ценность. Самый, так сказать, базовый уровень я обозначил как отбор. Базовым я называю его потому, что это своеобразная, если так нужно выразить, настройка над персональным уровнем курирования. Персональный уровень, то есть это когда пользователь ищет информацию в интернете в соответствии со своими интересами или потребностями, производя сканирование интернет-пространства и агрегируя найденные ссылки и ресурсы, пользователь может не просто создавать свои собственные коллекции источников информации, но и делиться лучшими из них, отбирая наиболее качественные ресурсы. Происходит своеобразная, назову я так, дистилляция. Информация, фильтрация вот этой массы контента и очистка ее от мусора. В этом случае куратор действует просто как куск, уже имеющий некую художественную ценность. Естественно, при этом он будет руководствоваться определенными критериями качества ценностей. И эти критерии могут быть как объективными, так и достаточно особо. Сюда могут быть отнесены уникальность контента, прошу прощения, его актуальность, а также генциклопедичность. Работая в данной логике, куратор держит все-таки фокус на определенной теме, что позволяет оставаться в курсе. При этом, создавая такие коллекции, куратор должен думать о том, как сторонние пользователи будут ориентироваться в предлагаемом им контенте. Он также по возможности должен снабжать найденные ресурсы и коллекции, а нотациями, в которых обозначается, в чем именно заключается содержательная ценность контента. Определяющим для курирования по принципу отбора является то, что он не предполагает изменения, или, если хотите, редактирование, если угодно, редактирование исходного контента. Такая трансформация может происходить уже на следующем уровне, который я обозначил как селекция. Сделал я это по аналогии с термином, который взят из растений и животноводства, так скажем, метафора некоторой, чтобы просто было понятнее, что здесь куратор не только отбирает качественные ресурсы, то есть данные качества, но и усиливает. В этом случае куратор старается не просто отредактировать контент, а трансформировать его, иногда переформатировать. И цель здесь очень простая. Сделать исходный контент более легким для понимания и осмысления, содержащийся в исходнике информации. С определенными оговорками мы можем считать простейшим случаем курирования логики селекции перевод текста с иностранного языка. Для тех, например, пользователей интернету иностранного, например, английского не знает. Сюда же можно отнести, например, работу по комментированию содержащейся информации. Содержащиеся в источнике информации, эти комментарии по возможности должны иметь некий энциклопедический характер и дополнять информацию курируемого контента. Другим вариантом, вариантом селекции, является визуализация исходной информации через схемы, таблицы и биограмму. И совершенно особым случаем селекции информации является давление контекста. Это очень сложная работа, которая требует отдельного разговора. Я вот сейчас совершенно не уверен, что у меня есть время об этом отдельно разговаривать. Я, пожалуй, сейчас закончу все-таки с характеристикой последнего типа курирования, которое я обозначил как культивирование. Очень коротко я постараюсь это сделать, потому что и само это представление зафиксировано пока на кончиках, что называется пальцев, и это все еще придает доформулировать. Этот вариант курирования имеет место, когда определенная тема или феномен не очень широко представлены, или, если так можно выразиться, раскрыт в информационных ресурсах сети. Разумеется, речь идет у некой актуальной темы. В этом случае куратор работает не в логике поиска и отбора контента, а в логике поиска людей, которые разбираются в этой вот данной тематике или в какой-то смежной тематике. Его основная задача заключается не только в поиске таких людей, но и в подключении их к продуцированию, созданию контента самыми различными способами. Естественно, речь идет о разнообразном медиа-контенте, о сосредоточенности не только на текстовом контенте. Иными словами, работа по принципу культивирования предполагает, что кураторы выполняют роль координатора распределенной экспертизы. В этом плане очень показательна та работа, которую делает возможно известный вам Говард Рейнгольд. Он является очень наблюдательным человеком, выделяет некую тенденцию влияния информационных технологий на социальные явления и процессы. Так было и, например, с явлением виртуальных сообществ и с умными толпами или смарт-могами, возможно, эти книги, да, содержание этих книг. Он знакомы. Затем он находит людей среди создателей этих технологий, а также среди исследователей, и пытается понять, почему возникают эти влияния, и куда они в итоге нас могут привести. Если вы знакомы с книгами «Виртуальные сообщества», они не только Говарда Рейнгольда, вы примерно себе представляете, о чем я говорю, да. Он проводит интервью с политологами, социологами, эволюционными биологами, математиками, например, занимающимися теорией игры, да, то есть он берет экспертов в области изучения феноменов сотрудничества и конкуренции, и потом это все пытается как быть в разрезе тематики, в данном случае тематики, да, помимо этого, Рейнгольд создает информационные интернет-плоформы, на которых уже заинтересованные пользователи ведут свои блоги и пишут в этих блогах о проявлениях этих социально-технологических феноменов в повседневной жизни. И в заключение, да, я просто скажу о новом проекте. Последний проект такого рода Говарда Рейнгольда называется «Равногодка», да, по сути дела это попытка собрать на одной интернет-платформе людей, которые хотят совместно учиться и самообучаться в интернет, и цель этого проекта создать некое руководство пользователя, да, вот для таких желающих учиться самостоятельно. В принципе, что получится из этого проекта, нам еще с вами предстоит увидеться, и вот я сейчас уже отвечаю на вопрос Юрия Николаевича Белоножкина, да, после доклада. Я надеюсь, да, более-менее содержание докладов по техническим причинам и по причине того, что мне пришлось очень быстро и может быть Путина говорить до вас дошло. Как я вижу свою практику, да, я нахожу вот подобного рода тематику, в частности, для меня очень интересна тематика именно равногогики, да, или как ее еще называют на английском языке – пирогогики, и я на своем онлайн-блоге, общаясь, в том числе со своими коллегами, пытаюсь вот эту тему, связанную с автодидактикой, да, самообучением людей в интернете, как-то очень активно курировать, находить, соответственно, людей, которым эта тема интересна, и с ними эту тему обсуждать. Спасибо за внимание, я надеюсь, что я был вам полезен. Всю информацию я опубликую в группе на Фейсбуке, да, ссылки, может быть, на твою презентацию и, соответственно, ссылку на текст, на того, о чем я говорил, и надеюсь, что это вас заинтересовало, и мы попробуем с людьми, которые приступают, да, может быть, только сейчас к рассмотрению как-то, да, попыткам ее применения в своей практике. Попытаемся обсудить, мне будут очень интересны ваши отзывы и, естественно, ваша критика относительно того, что из себя представляет этот феномен в онлайн-привании. Владимир Николаевич, спасибо вам большое за возможность выступить перед аудиторией. Спасибо большое. Спасибо. Докладчику. Самое главное, да, там кофе нас ждет, да, поэтому это важнее. Нет вопросов, да? Да. Приятно. То есть все было понятно. Все, большое спасибо, коллеги, за участие. Мы на этом закрываем эту сессию, встречаемся через 12 часов мы встречаемся. На последнем нашем заседании будем рассматривать массовые, открытые, дистанционные курсы. И вообще, стоит ли у американцев учиться в их курсах, в общем-то? Чье образование лучше, да? Все, коллеги, встречи.